Ну что ж, я всех приветствую, дамы и господа. Сегодня я хотел бы сделать для вас обзор на свой новый USB тестер. Это Unit UT658 Dual. Сегодня я расскажу подробно о том, как им пользоваться, что он позволяет измерять. И, конечно же, это видео я в срочном порядке выпускаю. Почему? Потому что ту распаковку, которую я снял, в ней есть небольшие неточности. Проблема в том, что перед тем, как получить это устройство, я посмотрел, что я обычно не делаю, я посмотрел какой-то обзор и получил там дезинформацию. Поэтому в срочном порядке выкладываю этот обзор для того, чтобы рассказать все подробно о данном устройстве. Первое, что хотелось бы сказать, это то, что если вы хотите себе высокоточное устройство, если вы хотите на будущее быть более профессиональным в сфере измерений, получать более точную информацию, то вот такие USB тестеры вам категорически нельзя покупать. Это обычные свистелочки, которые, в принципе, позволяют получить информацию около приближенную к точной. Но если вы будете использовать эти измерения для каких-то обзоров, либо если вы хотите использовать эти измерения для каких-то подсчетов, то вот такие штуки использовать нельзя. Почему? Потому что они дают совершенно округленные, приблизительные результаты. Особенно это видно на большой дистанции измерения. Например, если вы в краткосрочной перспективе что-то измеряете, ну, быстренько замерить, есть ток или есть какое-то напряжение, то, в принципе, можно. Но если это дистанция в районе нескольких часов, и вы хотите получить точные данные по, например, миллиампер часам, которые залиты в пауэрбанк или слиты с него, то эти штуки вам дадут, в принципе, довольно серьезную погрешность. Если вы любитель, если вы новичок, можно, в принципе, пользоваться такими девайсами. Но я рекомендую сразу прикупить что-то посерьезней. То есть, вот взять хотя бы вот такой вот тестер. Он есть в двух модификациях. Это тестер, который я использовал длительное время. Это отличный тестер. Показал себя как стабильный, показал себя как точный. И есть он в модификации с кабелем. То есть, он выглядит вот таким вот образом. Он, по-моему, имеет чуть больше возможностей. Там побольше миллиампер часов, по-моему, можно залить. И, по-моему, побольше токи и напряжения. Но в любом случае, это начальный уровень. То, от чего стоит отталкиваться, если вы планируете в этой области быть более не менее профессиональным. Стоят такие тестеры в районе 5 долларов на Алиэкспрессе. И если вдруг у вас денег достаточно много, то лучше уже смотреть на что-то посерьезней. Я, например, купил себе вот такой вот тестер от RD. Он мне подходит, в принципе, во всем. Но его тонкость в том, что он уже не меряет, допустим, Quick Charge 4.0. Он уже имеет ограничения потоком некоторой, по мощности даже общей. Которые, в принципе, сказываются на том, что его сфера применения уже для меня лично может быть достаточно узкой. Поэтому, если вот прям совсем подвести итог, я, в общем-то, и перешел на новый для себя тестер. Это юнит, который выпускается в целых трех модификациях. Первая модификация такая, как вы видите у меня, это модификация с двумя кабелями USB Type-C и USB Type-A. Есть также модификация, где это устройство будет иметь только один из кабелей на вход. Это либо USB-C, либо USB-A. Выбирайте, что лично вам нужно на практике. Но покупая такое устройство, вы получаете как раз-таки ту самую универсальность, я за которой как бы и гнался. Еще из плюсов, это то, что этот девайс, в отличие от его младшего брата с USB Type-A, он понимает еще и Quick Charge 4.0. В то время, как обычный USB Type-A понимает только Quick Charge 3.0. Так что, вот такие вот нюансы, я думаю, что они будут вам полезны при выборе данного девайса. Итак, начинаю подробно рассказывать о технических характеристиках, о возможностях и так далее. Сейчас у меня проводится небольшой тест, но он проводится в рамках этого видео, только для того, чтобы показать вам, как что сохраняется. Собственно, поставляется девайс вот в такой коробке. Простая, минималистичная, красивая. Поэтому, если вы девушка и хотите сделать подарок своему парню, который занимается электроникой, может быть, какими-то ремонтами, то я думаю, этот девайс его точно порадует. Тем более, в такой красивенькой упаковке. Там внутри у нас инструкция на двух языках, китайский и английский, и гарантийный талон, который, естественно, действует только на территории Китая. Если взять его поближе и посмотреть, то, конечно же, складывается определенное впечатление. Ну, начну с того, что он достаточно компактный. То есть, данное устройство, оно прекрасно помещается в руке, оно прекрасно поместится в любом рюкзаке, в любой сумке, и подойдет как устройство не только для профессионалов, но и для домашнего использования, потому что этот девайс много места не занимает. Всегда можно легко достать, подключить и быстро получить данные. Именно сейчас вы можете увидеть, как в реальном времени обновляется статистика, и вы можете увидеть, что данные обновляются очень быстро. То есть, в секунду происходит около, ну, наверное, трех-четырех обновлений. И это очень здорово. Это говорит о том, что тут неплохие мозги, тут достаточно быстрый процессор. Это удобно. То есть, ты видишь малейшие изменения по току, по напряжению. Это говорит о некой премиальности устройства, хотя устройство все-таки является бюджетным и относится к низу рынка, в принципе, по цене. Данный девайс позволяет измерять напряжение от 4 вольт до 24 вольт. Что будет происходить, если напряжение будет падать ниже 4 вольт? Будет появляться сообщение на экране с буковками ЛО. Если у вас будет напряжение выше 24 вольт, то будет появляться сообщение с буковками ОЛ. И тут важный момент. Устройство имеет защиту от перенапряжения. Все, что выше 25 вольт, оно сразу будет отсекать и, собственно, выключаться. Но все-таки производитель рекомендует, если вы вдруг увидели надпись ОЛ или вы увидели, что напряжение стремительно выросло выше 24 вольт, рекомендует незамедлительно отключить его от источника питания. Для того, чтобы, если это будет скачок напряжения, для того, чтобы, собственно, сберечь это устройство. А так, в целом, в нем есть защита от перегрева, по току, по напряжению и, по-моему, все. По-моему, других защит здесь нет. А, и от короткого замыкания, по-моему, тоже есть. Что умеет это устройство? Ну, если мы будем нажимать на кнопочку MODE, то мы сможем увидеть гораздо больше экранов и увидеть, что меряет это устройство. Входящее напряжение. Мы видим, что сейчас это 5 вольт, даже чуть выше. Ток, который проходит сейчас на данный момент через устройство. Мы видим, что это 0,4 ампера или 400 миллиампер. Также количество выданных миллиампер часов, то есть накопленная энергия или отданная энергия, в зависимости от того, что вы хотите замерить. Сколько отдал этот пауэрбанк, например, или сколько принял аккумулятор в том же видеорегистраторе. Также можно увидеть общее время теста, сколько длится тест. Если мы будем нажимать на кнопку MODE, то мы сможем подключить еще и такое поле, как ватт-часы. Для некоторых это очень важный параметр и такой замер энергии достаточно удобен для тех, кто использует тесты, например, пауэрбанков. Эквивалентное сопротивление цепи. Сейчас оно 11, 10, 13, 12 по-разному Ом. Ну и следующий параметр. Здесь у нас уже меняется полностью верхнее поле. Мы видим D+, и D-, D-, насколько я понял, это напряжение, которое на контактах для передачи данных USB кабеля используется. Но я в этом не силен, я не смог до конца перевести инструкцию. И, в общем-то, для меня это не настолько важный параметр, чтобы я искал где-то в интернете информацию. Если вы в курсе, что это за D+, D-, то напишите об этом в комментариях. Я думаю, что кому-то будет это полезно. Ну и повторяется поле миллиампер-часов. При нажатии еще раз на мод мы возвращаемся в основной экран, где у нас появляется, опять же, напряжение, ток, миллиампер-часы и общее время теста. Вообще здесь существует два вида отображения информации. Это тот текущий, который сейчас мы можем видеть, так называемый мониторинг, и также ячейки памяти. Это когда мы заходим в память и, собственно, видим, что уже было сохранено в тестере. В тестере есть целых 10 ячейок памяти. Они маркируются M0 до M9. Если мы хотим перейти в ячейку памяти, нужно нажать кнопку Read. Мы здесь видим сразу M0, это ячейка памяти. Дальше M1, M2 и так до M9. Когда M9 наступает, нажав еще раз, мы переходим на режим мониторинга. Опять заходим в память ячейки M0. И вот здесь мы можем увидеть те параметры, которые были сохранены. Если мы около 6 секунд ничего не нажимаем, то возвращается из ячейки памяти в режим мониторинга. Опять же нажимаем M0, ждем около 6 секунд и проверяем. Опять вернулось состояние мониторинга. Итак, нажимаем сюда, и по кнопке Mode мы можем переключать те самые параметры, которые у нас, собственно, были сохранены в этой ячейке. Основное окно, это видим, что напряжение было около 5 вольт в среднем в тесте. Дальше мы видим миллиампер часы, сколько было залито. В этом случае я тестировал корректор осанки от Xiaomi, и видно, что в него было залито 90 миллиампер часов. Время теста было 55 минут 28 секунд. Опять же возвращаемся, и нажав еще раз, мы видим, что у нас появилось поле ватт-часов. Нажимаем еще раз, и видим, что также появилось поле внутреннего сопротивления. К цепи, и также появляется то самое поле D+, D-, о котором мы говорили ранее. По длительному удержанию на кнопку Read мы удаляем все данные из всех ячеек. То есть видим сейчас, что в ячейке M0 у нас нет никакой информации, потому что длительно я удерживал кнопку Read. Чтобы сохранить данные из мониторинга, мы, собственно, нажимаем Read и удерживаем. Дальше у нас появляется номер ячейки, куда была сохранена информация. Мигала M0, переходим сюда, и в ячейке видим следующие сохраненные значения. Если мы нажмем кнопку Read и будем держать еще раз, то видим, что запись уже происходит в данные памяти ячейки M1. Если нажмем еще раз, и так по очереди, то будет запись в ячейку M2. То есть видим, что таким образом мы можем заполнять ячейки и сохранять данные. Но опять-таки для каждого конкретного теста лучше выбирать одну ячейку конкретную. Удерживаем в ячейке Read и все у нас стирается. Переходим. У нас здесь пусто. А для того, чтобы удалить текущие значения в режиме мониторинга, нужно долго нажать и удерживать кнопку Mode. Все сбрасывается, и таймер пошел по новой, мАч пошли по новой. И, собственно, значения теперь будут сохраняться дальше в память устройства. И при желании можем их сохранить в ячейку. Что произойдет, если мы отключим от питания и включаем заново? Видим, что у нас все пошло заново. Таймер пошел заново. То есть в памяти ничего не сохраняется. В ячейках у нас пусто. Что сделать, чтобы данные сохранились? Для этого нужно сохранить данные в ячейку. То есть сейчас у нас идет тест. Вот уже, допустим, 10 секунд. Нажимаем Read. Сохраняем данные в ячейку. Отключаем питание. Подключаем заново. Тест пошел заново. А в кнопке Read, по кнопке Read мы переходим в ячейку M0. И сохраненные данные у нас здесь отображаются. Теперь, что касается приоритета. Я так думал, что... Вот это был, кстати, момент, в котором меня немножко обманули в обзоре, который я смотрел. Я так думал, что устройство работает в двухканальном режиме. Но на самом деле это не так. Здесь есть приоритетность. Если мы подключим к USB-A кабель, то, собственно, тестер будет работать. Если мы в этот же момент времени, я специально подключил вот USB-C кабель, подключимся к устройству, допустим, вот к пауэрбанку, то ничего не произойдет. Вот он никуда не переключился. Дальше происходит измерение. Но как только мы начинаем энергию отдавать на какое-то устройство, например, на смартфон, то приоритетность USB-C будет налицо. Здесь у нас USB-A переключится на USB-C. И вот я подключаю смартфон, переключилось на USB-C. И видим, что значения у нас продолжаются. То есть тест продолжается. Минута, 20 секунд. Отключаем наш USB-A, включаем его заново. И видим, что ничего не происходит. Вот я нажимаю на кнопку. Ничего не происходит, ничего не сбивается. То есть налицо приоритетность именно протокола USB-C. И он здесь не зря идет первым. И он первый как бы во всем. Здесь и мощность больше, и токи, и напряжение здесь все больше, чем по USB-A. Да и сам кабель здесь потолще, если вы посмотрите. Как раз таки из-за того, что максимальная мощность передачи по этому кабелю 120 Вт. Значит, 24 Вольта это максимальное напряжение, которое поддерживает данный тестер. А 5 Ампер это максимальный ток. Вот мы и выходим на те самые 120 Вт. Ну и в заключении я хотел бы сказать о том, какие у меня лично причины, почему я его купил. И почему я делаю это устройство своим основным для теста. Ну, самая главная причина это то, что у него высокая точность измерений. Это один из самых высокоточных бюджетных устройств для измерения. Он надежный, в нем есть все необходимые защиты. К тому же он компактный. Его всегда удобно брать с собой. Он не занимает много места нигде. И, собственно, дома хранить тоже удобно. Он дешевый. Всего лишь 10 долларов примерно на Алиэкспрессе. Я вот недавно смотрел. Цена просто смешная и достаточно доступная для, мне кажется, любого человека, кто делает какие-то измерения. К тому же у него регулярно обновляется информация на дисплее. Это очень удобно, что в режиме реального времени мы видим все необходимые параметры. У него много разных функций. Он поддерживает мощность до 120 Вт. Также мне понравилось, что у него два разных канала. Понятный, удобный, много функций, много ячеек памяти. Очень хороший дисплей. То есть, если посмотреть под разными углами, то он очень хорошо отображает информацию. Единственный нюанс, это когда вот сверху так смотришь, то информацию уже не видно. Но, в принципе, это касается всех подобных дисплеев. Есть подсветка. Собственно, это, наверное, лучший USB тестер на 2021 год, который сейчас можно себе купить за эти деньги. Если вы также со мной согласны, не забудьте поддержать это видео. Если есть какие-то вопросы, то пишите в комментариях. Я постарался максимально подробно рассказать. Единственное, что я не затронул, это вот этот D+, D-, ну просто потому, что я в этом не сильно вникал, не сильно разбирался, что это из себя представляет. Это устройство не перегревается. Вот за время теста, сколько я тестирую его, уже, наверное, около полутора суток. Мне нравится, как оно работает. Спасибо за внимание. Если хотите купить такой девайс, то ссылка на него будет в описании. Там будут самые лучшие цены. Также ссылки на два кэшбэка, чтобы вы могли сэкономить. Хорошего всем настроения и до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok